здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать снова на канал или на премудрой я хочу сказать что хотя на моем канале уже больше месяца не было видео но я свой канал не оставила у меня много идей для новых видео и я собираюсь их воплотить в жизнь так что канал не умер я просто хотела об этом сказать и я буду уже скоро делать больше видео так что спасибо меня всегда поражало как русские друг друга ненавидят вообще просто жуткая лютая ненависть к друг другу мне вот до сих пор интересно как страна вообще еще не распалась когда люди такие звери и волки по отношению к друг другу это мне напомнила об этой идее мне история я подписана на канал местных новостей из того города я из озерского я урал очка и я подписана на канал уральских новостей и это небольшой канальчик и там вся людская сущность проявляется во всей своей красе вот была одна история например то есть когда что-то с русским человеком когда случается что-то с иностранцем то есть например если бы я живу в канаде если бы с канадцем что-то случилось и показали по новостям что его где-то в какой-то стране незаконно как-то судили как-то нечестно судили то канадцы бы например и и я еще я говорю на французском так что я также смотрю французские документальные фильмы но и канадские английские американские и там всегда когда когда показывают что своего соотечественника как-то даже как-то более-менее несправедливо судили все просто просто горой стоят друг за друга как тогда и по крайней мере проявляются чувства я так сочувствую боже мой хоть бы у него все получилось хорошо хоть хоть бы этот конфликт был разрешен они стоят ну друг за друга горой а русские когда что-то случается плохое с русским за границей они злорадствуют они просто глумятся просто это сделал это новость делает их день просто в хорошем смысле для них недавно было новости что меня надо лукнула на мысль сделать это видео недавно была новость по моей по этому локальному каналу россиянка уралочка из ивделя и она у нее был муж алкаш от нее от него у нее было двое детей и там она с ним развелась и в интернете на сайте знакомства она нашла мужа будущего своего из швейцарии то есть швейцарца и потом потом у него была бывшая жена которую он содержал она не работала и была наркоманкой и у нее у них вместе было двое детей он ее полностью содержал и а россиянку он не женился и послал ее на работу а та жена тем временем его бывшая швейцарка наркоманила вообще вела свое удовольствие жизнь а россиянка на него пахала и на мужа и потому и потому что ему надо было содержать ту семью хоть он и развелся и потом а потом она умерла эта жена швейцарка и этот швейцарец сказал признался типа своей русской новой жене что это он ее убил и и потом и потом он за это сел но потом русскую женщину начали судить за то что она якобы подстрекала что ты ей ему дали 16 лет а и дали пожизненное при том что это он убил свою жену она просто на фейсбуке сказала что хочет чтобы она сдохла и ее за подстрекательство дали ей пожизненное а этому гражданину швейцарии 16 лет и не знаю нормально не знаю с канадцем такое случилось или с американцем или с французом но они бы за свою за своего гражданина как так его обвиняют его обвиняют почему нас не уважают почему если только он там канадец ну вот в этом случае русский почему только потому что он русский ей дали пожизненное потому что только из-за того и реально единственное доказательство были только то что она на фейсбуке своей подругой пожелала смерти этой женщины никаких прямых доказательств нет этот мужик у него были и ружья и все и он служил в армии но потому что он типа швейцарица потому что он принимал антидепрессанты которые реально принимают все блин половина цивилизованных в странах цивилизованных принимают антидепрессанты вообще ничего не говорит что он какой-то сумасшедший или что-то ему дали 16 лет а ей пожизненное любой другой стране за свой в комментариях пока я не говорю что там идти и что-то доказывать посторонним людям но но хотя бы в комментариях были бы соболезнования и негодования но русские но русские они просто меня убивают ну реально такой такой такая радость ах ты русская шлюха дорвалась думала думала в швейцарии у тебя будет все хорошо вот посиди почему русским шлюхам вообще всем в россии русским шлюхам читайте всем русским женщинам в россии вообще пожизненное не дают такая радость прямо где мне реально я удивляюсь как как если люди так друг друга в собственной стране ненавидят я сейчас хочу прочитать комментарии возможно вообще это такая дикость и и еще была история мужик какой-то ну шарлатан двух женщин развел на деньги они ему там подумали что что у него серьезное намерение мы купили он сказал что надо там бизнес открыть в общем денег кучу позанимали ему я смотрела французский документальный фильм насчет шарлатанов подобных и там женщины выражают сплошной причем из африки как из африки какие-то этих европейских женщин обманывают и там полная тупость что женщина это соглашается здесь как бы он и реально с ними встречался с русскими русские с русскими и и все то есть там ну были хоть какие-то основания поверить но нет в этих комментариях под европейским видео где эти всякие негры из из африки и обманывали европе европейских женщин другие женщины возражаются болезнования ну и женщины и мужчины но в русских комментариях где этот русский мужик развел этих женщин они были очень добрые они хотели ему как-то помочь там все прямо ой дури вот ему надо издавать из да ему надо издавать книги чтобы научить нас также разводить баб такая злость то есть никакого вообще сострадания наоборот наоборот все мужики прямо в ладоши хлопают ему и научи нас также женщин разводить научи нас также их использовать просто я просто я я не такие волки люди друг друг другу собственной стране я просто не понимаю как она еще не реально вот я читаю комментарии как еще с она не развалилась люди просто ненавидят друг друга никакого сострадания давай из этих баб так и надо использовать правильно красавчик молодец издай книгу я тоже хочу также использовать женщин с цепа я не знаю или в россии просто вот реально есть такая теория что в россии произошло вырождение нации потому что все смелые достойные реальные мужчины они они пошли на войну и умерли на войне а всякий всякий Изброд, всякие такие шарлатаны, всякие такие социопаты, они вот извильнулись, они пошли, они не пошли в армию, они не пошли воевать, они нашли способы, они ебали женщин. Пока нормальные мужчины были на войне и умирали, и свою жизнь клали за родину, вот эти всякие социопаты, они по трахушке устраивали, и что из-за этого произошло врождение нации. И поэтому сейчас столько вот таких вот социопатов в России, и они думают, что их никто никогда не наебет, то есть, грубо говоря, их никто никогда не наебет, а не, вот, молодец мужик, мы также будем по жизни идти и наебывать людей. Но если уж на то пошло, то эти чиновники, которые с их налогов строят себе всякие пентхаусы и четырехэтажные особняки, они уже их наебывают. Так что даже с этой точки зрения лучше быть на стороне простых граждан и защищать эту женщину против шарлатанов в комментариях, чем говорить, если ты... То есть, позиция такая, что если она позволила себя наебать, значит, она тупая. То есть, blaming the victim, то есть, обвинение самой жертвы. Если кто-то тебя наебал, то ты, значит, тупой и сам виноват. Ну, так, и они думают, что их никто не наебывает, их уже наебывают вообще, на их налоги уже там пентхаусы себе строят. Так что, значит, они тоже лохи, они думают, что их никто не наебывает, но они такие же лохи, только они даже этого не подозревают. Вот. О чем я говорила? Ну, изначально вот история, как русские друг друга ненавидят, это вот особенно показательно была вот эта, когда, в общем, швейцарец убил свою жену, а русскую обвинили и дали ей пожизненный срок, причем с нарушением прав человека. В любом суде, когда особенно такие серьезные приговоры, нужен переводчик, они обязаны предоставлять переводчика, ей не предоставили ничего. Его сказали, пользуйся Google Translate, если ты хочешь, потом 200 страниц ей на итальянском, то есть Луган, она была в городе Луган, это итальянская территория, на территории Швейцарии. Дали ей 200 страниц итальянского текста, ну, в другой, любой, другой нормальной стране, другой нормальной, мне уже кажется, что Россия немного ненормальная, если честно. Ну, за своего гражданина, там, может быть, даже какие-то протесты бы организовали, ну, хотя бы в комментариях, но нет, вот такое углубление, вот давайте я вам прочитаю комментарии. Например. Ага, сбылась ее мечта жить в Швейцарии, ха-ха-ха, и там куча смайликов, которые уже плачут от ржача. Вот нам бы такие законы в Российской Федерации, а то, бляди, расслабились. То, что она, то есть, это твой гражданин, ты сейчас его гнобишь. Эта женщина, швейцарка, бляди, расслабились, эта швейцарка не работала, и этот мужик пошел, женился, послал русскую жену работать, чтобы эту швейцарку содержать, свою бывшую жену, себя и ее детей, а она не работала, он ее никогда не заставлял. И он думает, что, то есть, и эти русские, то есть, полное неуважение к нации, и русские сами же себя вот сейчас гнобят, типа, о, бляди, расслабились, да, так ей надо, ну, как можно, это, то есть, если ты считаешь ее говном, то, значит, ты говоришь, что к тебе также могут относиться в другой стране, то есть, когда это с тобой случится, тоже будут так же ржать, и, а, кстати, по-моему, было в Германии такое, во время Второй мировой войны, или что-то такое, реально, русские так друг друга ненавидят, что было такое правило, там все доносили, приветствовались доносы на друг на друга, но там было такое правило, от русских на русских доносы не принимаются, потому что русские все время, они готовы были потопить, скорее, своего соотечественника, чем любого немца. Еще комментарий. Хотела пожить за границей, вот и бесплатно поживет в богатой тюрьме, в богатой Швейцарии, ха-ха-ха. То, что женщина вообще не законна, по какому-то фейсбуковской переписке ее, и никого не волнует, все такие радостные, что их соотечественника посадили, ага, хотела жить в Швейцарии, сука, вот, ха-ха-ха-ха-ха, нехер было высовываться, посадили тебя, русское ты говно, то есть они считают реально себя говном, и рады, что говно русское посадили. То есть такое, это просто неуважение к себе, но люди этого вообще не понимают, поэтому я вот еще раз говорю, не понимаю, как еще страна вообще живет, если люди себя таким говном считают, себя совершенно не уважают, радуются, когда с их соотечественниками что-то плохое случается. Вот и правильно, вот другие потребляди, мы только что говорили про то, что он ее послал на работу, поостерегутся искать панкомат самотык. О боже, такая, вот как будто бы им уже завидно от того, что эта женщина хотя бы увидела одним глазком Швейцарию, а вот они так и просидят. И, кстати, вот все комментарии от мужчин, реально 99.9, может быть, я там ссылку в описании на это видео, 99.9% комментариев это от мужчины, которые как бы глумятся, ага, вот баба, надо было, ты чего там с каким-то швейцарцем решила связаться, нечего, надо нам давать, а не по всяким швейцариям ездить. Реально 99.9% это комментарии от мужиков. Ну, еще комментарии, что в швейцарке тюрьме лучше, чем в России. Теперь всю жизнь будет жить в швейцарском шоколаде. Прямо, прям вот реально им как будто бы завидно только от того, что она хотя бы увидела Швейцарию, а им даже этого не светит, вот реально. Одного мужика довела до алкоголизма, второго до тюрьмы. То есть своих же граждан они просто осуждают, ненавидят. Они скорее там подадут руку, если кто-то будет тонуть, они скорее швейцарцу или любому другому иностранцу подадут руку, чем своего соотечественника. Вот одного мужика довела до алкоголизма, второго до тюрьмы. Бывшую его до могилы довела. Вот мы только что, я сказала, что ее вообще незаконно судили. Этого гражданина Швейцарии, который реально убил свою жену, 16 лет дали вообще. Но русские, конечно же, говорят, она его вообще, она его одного до алкоголизма, это все русское виноват. То есть, ну понятно, да, если вы так себя, если вы про русский вот так говорите, то значит вы себя таким же говном считаете. Если вы о ней как о говне говорите. То есть это никакого самоуважения нет, надо хотя бы из эллистичных соображений, что если тебя, твоих соотечественников так не уважают, то кто будет тебя уважать? Но нет, нет, это даже им важнее постебаться над своим соотечественником. Я вот не понимаю, вот реально, ну почему... Вот вы комментариях мне скажите, почему русские так друг друга ненавидят? Почему такое глумление, такая радость, когда с кем-то пожизненно это просто сделают? Тут все комментарии такие радостные, прямо. Ура, эту шлюху посадили, ура, это сделало мой день, такая отличная новость моего соотечественника посадили. Почему мы так друг друга ненавидим? Если у вас есть какие-то идеи, поделитесь ими в комментариях, честно. Мне честно, потому что я, как я сказала, у меня есть доступ и к французским документальным видео, и таким историям подобным, и английским. И всегда там соотечественники выражают соболезнования, и они расстроены, что их соотечественников постигла такая судьба, особенно когда это, вот как здесь, абсолютно нарушение прав, и абсолютно нелогично, на русский, прямо радуются, вот дико. Напишите мне в комментариях, почему так. Я вам дам эту историю, чтобы в описании ссылку, чтобы вы реально посмотрели сами и увидели, какие там радостные комментарии. Мне реально интересно. Это видео даже, это больше как вопрос. Какие у вас на этот счет мнения, почему русские так друг друга ненавидят? Спасибо за просмотр. Встретимся очень скоро в следующих видео.